Всем привет! Сегодня мы поговорим о фильме «Бункер. Темная сторона» 2011 года режиссера Андреса Баиса. Представляет собой испанский психологический триллер с элементами мистики. Он сосредотачивается на темах ревности, предательства и моральной изоляции, переплетенных с таинственной историей, происходящей в бункере. Завязка Главный герой фильма – молодой и успешный дирижер Адриан, который вместе со своей возлюбленной Беллен переезжает из Испании в Колумбию, где ему предлагают престижную работу в местном филомоническом оркестре. Влюбленные начинают жить в роскошном особняке, расположенном за городом. Их отношения кажутся идеальными, однако вскоре ситуация начинает меняться. Беллен начинает подозревать Адриана в неверности. Эти подозрения становятся причиной нарастающей напряженности в отношениях. Адриан много времени проводит на репетициях и концертах, а Беллен начинает чувствовать себя все более одинокой и уязвимой. Она замечает, что Адриан все чаще общается с молодой скрипачкой по имени Фабиана, что усиливает ее ревность. Открытие тайны бункера Однажды после крупной ссоры с Адрианом, Беллен решает уйти, но перед этим оставить ему необычное сообщение. Она записывает прощальное видео, но делает это, используя старую тайну особняка, которую ей раскрыла престарелая хозяйка, супруга покойного немецкого инженера. Дело в том, что в доме существует скрытая комната, бункер, спрятанная за зеркалом, которую можно использовать в качестве тайного убежища. Бункер оснащен двусторонним зеркалом, которое позволяет видеть происходящее в комнате снаружи, но оставаясь при этом невидимым. Беллен в порыве эмоций решает сыграть опасную шутку. Она запирается в этом бункере, предполагая, что будет наблюдать за реакцией Адриана на ее исчезновение. Однако ее план оборачивается трагедией. Она случайно захлопывает дверь, и замок управляемый снаружи срабатывает, оставляя ее запертой внутри без возможности выбраться. Бункер хорошо изолирован от внешнего мира, и никто не может услышать ее крики. Развитие событий После исчезновения Беллен, Адриан обеспокоен и начинает ее поиски. Однако все следы указывают на то, что она ушла по собственному желанию. В отчаянии он продолжает жить в доме и постепенно сближается с Фабианой, которая становится его новой возлюбленной. Фабиана переезжает к нему, и между ними завязываются серьезные отношения. Однако с этого момента начинают происходить странные события. Фабиана начинает ощущать, что в доме присутствует что-то зловещее. Она замечает непонятные звуки, случайные вибрации и странные ощущения, когда она находится одна. Она также находит следы пребывания Беллен, которые не были замечены ранее. Это усиливает ее беспокойство, и она начинает подозревать, что в доме что-то не так. В это время Беллен, запертая в бункере, переживает ужасы своего заключения. Она вынуждена наблюдать за жизнью своего возлюбленного, который начинает встречаться с другой женщиной, не подозревая о ее присутствии. Параллельно, ее состояние ухудшается, она страдает от нехватки еды, воды и света. Фильм искусно показывает ее медленное погружение в отчаяние и безумие, когда дни превращаются в недели. Кульминация Фабиана под воздействием своих страхов и необъяснимых ощущений в доме находит тайный механизм, который открывает вход в бункер. Она с ужасом понимает, что Беллен все это время была заперта внутри, наблюдая за их жизнью, но не имея возможности выбраться. Этот шок приводит к кульминационной развязке, где зритель видит столкновение двух женщин, каждая из которых по-своему связана с Адрианом. Фабиана оказывается перед моральным выбором освободить Беллен или оставить ее умирать. Ее внутренний конфликт и ревность накладывают сложный отпечаток на ее решение. Беллен ослабленная и на грани смерти умоляет Фабиану помочь ей. Однако Фабиана, осознавая, что появление Беллен разрушит ее новые отношения с Адрианом, решает оставить ее в бункере. Этот момент, когда зритель видит настоящую темную сторону Фабианы. Развязка Фильм заканчивается на интригующей ноте. Фабиана теперь знает о существовании бункера и использует его, чтобы навсегда избавиться от своей соперницы. История завершается тем, что она символически становится хозяйкой дома и жизни Адриана, скрывая от него правду о судьбе Беллен. Однако судьба сыграла с Фабианом злую шутку, а Беллен, используя уловку, выбирается на свободу, при этом захлопнув дверь и оставив в бункере свою спасительницу. Тематика и символика Фильм Бункер «Темная сторона» исследует темы ревности, изоляции и манипуляций. Бункер символизирует как физическое, так и эмоциональное заключение, в которое могут попасть люди из-за своих страхов и слабостей. Адриан, хотя и занимает центральное место в жизни обеих женщин, по сути, остается в стороне, не подозревая о реальных событиях, происходящих вокруг него. Фильм мастерски соединяет элементы психологического триллера с мистикой, создавая напряженную атмосферу, где зритель постоянно чувствует опасность и скрытую угрозу.